Читаю сказки. Народные, ненародные, разные для детей, для взрослых, подойдут для всех. Присоединяйтесь. Читаю сказки от деда Пантелеймона. Дива дивная, дива чудная. Жил-был богатый купец с купчихою. Торговал дорогими знатными товарами. Каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль. Стал собираться в дорогу и спрашивает жену. — Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти? Отвечает купчиха. Я у тебя всем довольна. Всего у меня много. А коли угодить, да потешить хочешь, купи мне. Дива дивная, дива дивная. Чудо чудное. — Хорошо. Коли найду, куплю. Поплыл купец за тридевять земель в тридесятый царство. Пристал к великому, богатому городу. Распродал все свои товары, а новые закупил. Корабль нагрузил, идет по городу и думает, где бы найти это диво, дивное чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок. Спрашивает его, что так призадумался, раскрученился, добрый молодец. — Как мне не крученится, — отвечает купец, — ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где. — Эх ты, давно бы мне сказал, пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам. — Пошли вместе. Старичок привел купца в свой дом и говорит, — Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит. — Вижу. — Так смотри же, что с ним будет. — Эй, гусь, подь сюды. Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и поставил ее в печь. Изжарил гуся, вынул и поставил на стол. — Ну, купец добрый молодец, садись, закусим, только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай. Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил. — Гусь, встань, встрепенись и поди на двор. Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. — Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное, — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицей хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавки, а к купчихе по любовник прибежал. Такому густю, другу сердешному, она куды как рада вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала, — Гусь, подь сюды! Гусь пришел в горницу. — Гусь, ложись на сковороду! Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха сердилась и ударила его сковородником. И в ту ж минуту одним концом сковородник прильнул гусю, а другим — купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторваться нельзя. — Ах, миленький дружок! — закричала купчиха. — Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен. Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу, и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только кто до них не дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ, на то диво смотреть. Вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что за друзья у жены проявились? — Признавайся, — говорит во всем, — не то навек так, сольнувшись, останешься. Нечего делать. Повинилась купчиха. Купец взял тогда, разнял их по любовнику, шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая. Вот тебе, диво дивное, вот тебе чудо чудное.